привет друзья на улице лето жара я закрыла окно включила кондиционер и пишу маки точнее уже написала и записала мастер-класс ну скажем так пробный вообще это пробный для патреон поэтому поддерживайте меня критикуйте конструктивно помогайте что нужно исправить и в то же самое время рисуйте со мной получите удовольствие потому что живописи так круто это классно и когда хочу отдохнуть я сажусь рисовать и мои дети знают что если мама устала и нужно сесть за мольберты давайте и там для того чтобы нам начать работу мы берем плоскую кисть где-то номером 46 вот где-то так и плоской кистью торцом сиенной жены наносим рисунок как я уже говорила эта работа делается по reference не с натуры поэтому делаем достаточно быстро и без каких-то поисков без подложки фактически мы срисовываем с фотографии понятно что не копируем но срисовываем вот смотрите я уже нанесла рисунок наметила общие такие массы пионов и сейчас большой кистью щетинистой кисть номер 9 наношу уже тон и и обратите внимание весь холст так и остался белый то есть его не закрыла сиеной я не закрыть не сделала им приматуру потому что красные и желтые они не особо любят и это особенно когда маки ну вот в отличие от розы роза на такая густая насыщенная плотная а маки прозрачные и если же закрыть весь фон сделать такую темную подложку коричневого потом накладывать красный тумаки не будут светиться поэтому в данном случае она не нужна и вот сейчас видите все практически одной и той же кистью большое наносила сделала мака теперь сразу же вокруг пишу фон то есть я привязываю фон к цветку и выставляю основные цветовые соотношения до красный маг и вокруг фон который такой вот оттенки теплого бежевого и какого-то серого такого серо-зеленоватого смотрите так как этот не главный да маг я на нем не особо акцентирую не будет очень выделяться не будет контрастировать с фоном он должен уравновешивать всю композицию поэтому будет просто таким активным пятном который акцентом будет смотреться теперь смотрите немножко тоньше кисть тела и более тонкой кистью прописываю там фон потому что я планирую практически всю работу написать но не пролонирую а то есть всю работу напишу за один раз лак аля прима и вообще не буду возвращаться по сухому просто уже со своего опыта знаю что вот такие маленькие работы они хороши до появляются детали если прописывать по сухому но они приобретают определенную сухость наношу снова большой кистью наношу большие плоскости маков формируют сразу же на то есть не закрывая полностью одним цветом формирую сразу тень и свет там где лепестки накладываются друг на друга да они более темные там где они светятся там где они прозрачные не естественно более светлые какие красные использую использую кадмий красный светлый здесь венецианскую красную вообще чудесный цвет прямо я влюбилась в него беру желтый желтый кадмий темный и в принципе стараюсь пока что писать все одним цветом не смешивая их между собой кроме того что я стараюсь пока что не смешивать цвета стараться писать вот именно такими какие они есть из тюбиков да здесь важен выбор цвета потому что красный например я пользуюсь линейкой роса у них не очень хорошие и это же касается желтых то есть при смешивании не дают все равно один и тот же мыльный цвет вот тот же желтый тот же красный поэтому у меня есть хорошие краски маэмери которые дают как раз чистый красный прозрачный но к сожалению там осталось немножко их вот прям берегу сейчас я купила флуоресцентные красные краски различные это значит красная оранжевая и малиновая которые очень яркие и очень прозрачные было много обсуждения в сети говорили что они не стойки но совершенно недавно я нашла работу свою которая уже два года и насыщенность краска совсем не потерял то есть как она была насыщенная такая малиновая такая вот фуксия прям такая же она осталась поэтому вот в этих маках я использую именно эти краски в силу того что они очень яркие очень насыщенные и прозрачные и это же касается прозрачности касается тоже то же самое и в венецианской красной которая она которая красная она такая теплая ближе к коричневым но при этом очень прозрачные и она дает то свечение которое необходимо маком да вот если вы их помните не просто светятся и дрожат на ветру смотрите прописываю понемножку мелкой кистью для того чтобы сформировать цветок для того чтобы сформировать форму этого цветка и чтобы сразу было понятно то что я пишу не нужно излишняя детализация при этом нужно и как бы чтобы глаз любовался чтобы нравилось то что я делаю и чтобы было понятно что я делаю ну для меня для как для художника также и для вас дальше продолжаю закладывать большие плоскости на маке ну вот видите используем маленькую кисть и вот прям формируя лепесток хотя в принципе можно было бы конечно взять кисточку побольше работать ею ну вот уточняю моменты да какие то такие то есть мы глаз переводим и сравниваем одновременно три цветка рядом уточняю детали делаю стебелек потому что мне нужно понимать какая ритмика вот линии линия то стебель и пятно пятно этот цветок и они должны между собой работать и даже если мы работаем по референс станет значит мы должны скопировать мы должны создать все-таки композицию вот сейчас вы видите то что я вытираю тряпочка это для того чтобы создать прозрачность в цветке в лепестке то что как я уже говорила сами маки и допустим розы вот они красные до одинакового цвета не совершенно имеют разную разный характер маки они такие очень прозрачные дрожащие да если роза наполненная глубокая то эти вот такие прозрачные эту прозрачность можно добиться вы вытирая краску понятно что не везде мы как раз регулируем где-то прозрачно где-то ее вытираем где-то накладываем прям фактурном чтобы показать материальность этого лепестка и показать вот различные прожил очки и различные какие-то повороты развороты самого лепесточка это важно для того чтобы передать характер цветка серединка до серединка естественно и желтым в одном цветке другом она естественно желтая но один цветок развернут к свету поэтому там она ярко желтая прямо лимонный желтый использовала здесь я использую охра желтая мастер-класс или она просто называется желтая ну в общем-то охра желтая можно сказать и даже добавляю немного туда сиены для того чтобы это все села в тень и было понятно что но развернуто от цвета ну вот закрыла все пятно все полностью весь мак набираю тон и если вы прижмуетесь и посмотрите вы видите что в целом этот мак темнее по сравнению с тем которые находятся справа от него набираю счет он места которые были я пробрала тряпочкой протеру видите не трогая вставляю кистью привязываю сразу же рядышком фон там немножко зелени и на из-за того что на заднем плане то есть она запи за маками она достаточно темная используют для этого оливковую зеленую либо можно брать зеленую например изумрудную и смешивать ее с сиеной например ну я вам рекомендую конечно брать уже готовые цвета особенно те которые удачные но вот оливковая она вообще удачная на мне есть и в линейке роса и в линейке мастер-класс это что мастер-класс на порядок выше краски но не на порядок нового в три раза точно я верю нашего производителя я думаю что роса дорастет до этого вот но так вот и там и там достаточно хорошие краски потому что если я критикую красные и желтые у роса они ну вот действительно вообще ну ну вообще плохие да то вот желтый то вот зеленые и синие там достаточно хорошие видите беру темную 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 зеленую вы видите да она кажется прям черным пятном и не нужно этого бояться совсем потому что те стереотипы которые нас сидят в голове что листочки не только зеленые понятно что они зеленые но они меняются в зависимости от освещения они меняют свой тон и цвет зависимости от того что рядом с ними находится также кроме того что они сами просто менять свой цвет это мы естественно регулируем когда пишем работу вот беру пишу следующий маг беру для этого кадмий оранжевый кадмий желтый темные вот не устану повторять что желтые нужно брать обязательно разные потому что ну вот они их не получишь при смешивании их нужно вот именно иметь готовые закрываю большой кистью видите большое пятно у нас формировалась такая динамичная композиция которая вот они в группу сгруппировались майки при этом и между собой разный один повернут от цвета другой в тени и один такой прозрачный оранжевый подтягиваю сразу рядышком фон но там есть какая-то зеленская всего может быть какой-то другой маг может быть желтый данном случае не важно там прописывать формировать листочек или лепесточек это на случай это в углу наше зрение съедает все углы мы их не видим это фактически просто фон который помогает проявиться маком на переднем плане вот этим красным которые я только что делала ну вот закрыла я угол до того чтобы я говорил что одновременно пишем и цветы и фон это очень важно вытираю добавляя прозрачности с помощью такого втирания растирания вытирания до краски там будет светиться холст большой кистью подтягиваю фон с освещенной стороны естественно вы должны понимать что фон должен быть вокруг цветка разным то есть он не должен быть полностью темным или полностью светлым как раз за счет игры этого фона и проявляется тоже цветок потому что если он будет полностью темным или полностью светлым это не интересно интересно как то есть игра темного и светлого теплого и холодного большого и маленького то есть когда есть контраст и они не должны быть максимальными они не должны быть такими что самое главное что работа не должна быть монотонная вот видите белый маг я оставляю максимально долго светлым там сейчас я подтяну фон и дальше я буду в углу прописывать красные маки белые оставляю максимально долгим почему таким образом потому что вокруг не начали нужно подтянуть фон и потом только белый замок потому что он самый светлый если я сейчас закрою белилами я буду сравнивать с белым фоном рядом это есть хорошо потому что мне будет казаться что он темный мне не нужно чтобы он был темным не нужно вот чтобы написать это все за один раз эти мак я красный прописываю кисточка поменьше потому что там совсем маленький размер и нужно показать что мак развернут вот нас да то есть сейчас вот муж зажим не сказал обиде записываю само крепление мака к цветочку к стебельку рядышком еще один ну то есть закрываю вокруг белого мака ну вот он айф он говорил цветок а общая масса я положил сейчас уточняю для того чтобы развернуть чтобы было понятно что мог развернут что он к нам золотом фактически где-то уточняю фон опять же то что я говорила что должна быть игра светлого и темного вот фон набираю начинаю уточнять белый мак зелень уточню то есть если вы помните у маков такие вот листочки они такие мягкие пушистые и как будто бы рваные да вот если сорвать этот мак то листья у него сразу вянута у него не хватает ну вот сил стоять в воде да поэтому не всегда без но вот без листьев одни стебли здесь она без фазы здесь цветы и вот как-то вот таком естественном виде предположим в саду да или в каком-то цветнике закрываю фон коричневым полупрозрачным сейчас будет понятно с какой целью делаем потому что получился весь фон светлый достаточно а я уже говорила что интересно именно когда игра есть темного и светлого чтобы не делать его таким же серым или серо-бежевым как везде я даю подкладку коричневую до добавляю в данном случае это сие ножом на и уже сверху кладу мазки серого и бежевый получится такая вот игра как будто бы какой-то такой пространственности что-то выходит вперед какие-то мазки какие-то назад вот эта вибрация вибрация цвета и почему я делаю там темное я делаю группу и делаю группу из красных маков которые отвернуты от нас чтобы не смотрелись цельно и на фоне этого белый тогда мам будет смотреться вперед выходящим то есть на переднем плане сейчас я начинаю уточнять у него конечно больше всего времени уйдет потому что но тот который берет на себя больше всего внимания и вообще прописывать нужно не только передний план дал об этом мы часто говорим а вот в данном случае такая работа где нету плановости они все на одном уровне в данном случае но самое важное прописать то что бросается в глаза то что смысл композиции центр композиций в данном случае вот единственный маг белый как акцент всей работы он естественно привлекает внимание и когда вы будете рассматривать работу естественно первое что вы будете смотреть на него поэтому очень важно на нем правильно выставить свет опять же как я уже говорила мак имеет форму такого блюдечка развернутого или чашечки такой да если вы писали вы все писали секту начинают работать начинают с чашечек и блюдечек это такая натура которая не завянет не убежит на которой понятно свет на которые понятно тень полутень рефлекс и так далее так вот в данном случае этот мак как раз как белая чашечка и с одной стороны падает цвет внутрь и внешние лепестки некоторые мы видим плюс его нужно привязать к фону потому что не должен остаться такой белый вырезанный то есть такие вот как как аппликация до взяли вырезали с белой бумаги сверху положили то есть он должен туда в плавится должен вписаться обратите внимание все дело большой кистью чтобы было достаточно живо и чтобы не было таких четких границ чтобы вибрирующая такая живопись некоторых местах в обретерем меня даже размазываю специально либо пальцем либо кистью тяну вот подтягиваю листочки там зелень для того чтобы показать лепесток который вот он отделился и он просвечивается он такой более теплый такой рефлексивный такой рефлекс у него тепленький такой и он хорошо выделяет сам цветок то есть не просто и фону весь белый а вот он дает эту возможность тени набрать вот теперь после того как весь полностью холст закрыт то есть белого холста не осталось но можно сделать себе перерыв там я не знаю 10 минут 15 чтобы отдохнуть вот здесь теперь на чем начинается именно прописка и и начинается именно детализация что значит прописка да мы уточняем детали уточняем серединке лепесточки и крепления то есть все что характеризует данную конкретную работу данный конкретный цветок придает работе определенную законченность когда вы понимаете что вот вот достаточно и больше не нужно не нужно для этого брать сильно тонкую кисть и не ну естественно я тоже беру у меня есть одна кисточка 000 то есть три нуля самая тонкая и какие-то моменты я делаю именно ею потому что ну вот нужно поставить какую-то там волосинку которая вот сыграет решающую там какую-то роль естественно это можно но всю 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 работу прописать такой вот волосинкой вообще не нужно иначе на под похоже на какую-то вышивку наша с вами задача передать на такую вот живую живопись поэтому прописываем и постоянно сравниваем между собой цветы и сравниваем между собой цветы и фона сравниваем что темнее что светлее мы должны помнить что это должна быть единая цельная работа мы должны видеть цельную работу не видеть один конкретный цветок или одну конкретную серединку сейчас у меня в руках мастихин и мастихинами добавляю фактуры естественно фактуры это классная вещь которую нужно использовать использую я всегда и для того чтобы показать изгиб лепестка и для того чтобы показать серединку фактуры вот прям берем побольше краски вымешиваем и фактуры мастихины бывают разными в данном случае работа маленькая 20 на 20 поэтому подходит вот такой размер мастихин и именно такая форма у меня есть другие мастихин которые длинные они более для какой-то для архитектуры для каких-то вытянутых таких вот прямолинейных форм а в данном случае вот такой каплевидная форма подходит вот уточняю прожилки потому что это характерно для маков они такие прям полосатенькие лепесточки и если посмотреть референс посмотреть на туру то он там прям весь испещрен этими лепестными и прожилочками естественно этого всего не нужно делать это будет перебор ну вот в принципе до конца видео осталось я смотрю в 6 минут и все эти 6 минут я буду просто вот заканчивать работу видите вот я буду комментировать что сейчас я набираю я вижу в тоне набираю этот мак потому что он оказался светловато для того чтобы он был более темный набрал материальности и вот именно веса и тона видите добавляю и на теперь оранжевый на его фоне засветился больше он наоборот больше силы больше привязался к зелени которая ну какие-то моменты прописываю внутри самому самой серединке мастихийном уточняю но а но а и и и мазок есть краски подсохшие есть достаточно густые да вот у меня опять же россовья возвращаюсь они по консистенции как тянущаяся сметана это очень неприятно вот прям и когда я заканчиваю работу крайне редко и беру потому что я не могу положить мазок он не тянется как мне нужно он не отрывается от холста их нужно тогда сильно разбавлять мне тоже не нужно сильно разбавлять что я заканчиваю нужно достаточно много цветового слоя достаточно много пигмента поэтому естественно для заканчивания рам для окончания работы брать краски какие-то более качественные то есть я всегда беру мастер-класс тогда вот эти моменты они и тут легко и мазок получается такой легкий и именно живой да не такой пластилиновой живой еще нужно уметь класть длинный мазок легкий длинный это тоже показатели вот именно такой план такого профессионализма вот смотрите видите вытягиваю свет этот цветок развернут к свету и по сравнению с тем который посреди инкин гораздо светлее и плюс он тогда подтягивается перекличку создает с белым маком он был стемный его вытягивать добавляем ему света беру красный причем для данном случае я беру ядреный красный флуоресцентную красную и флуоресцентную оранжевую белила титановые и не гашу свет то есть не добавляю туда ни капельки не коричневого не серого прямо такой ядреный розовый туда потому что вот мне нужно чтобы она там засветилась и на фоне всего остального красного но не будет смотреться вот таким к чужеродным вот именно там нужно закончу мысли про мазок вот начале когда человек боится писатель все делает короткими мазками вы если вы посмотрите они примут все одинаковой длины как только вы научитесь регулировать мазок да и он будет и длинным и коротким и широким и узким когда получится игра к такая как мозаика из москву вот тогда получается уже ну достаточно интересные профессиональные работы высветляю фон по принципу такому витражному да то есть возле самих работ возле самих цветков то есть я не трогаю а высветляют только между ними как окошки для того чтобы дать больше света и больше воздуха вообще не когда смотрю чужие работы вот темные черные да такие аля возрождение аля там средневековье да натюрморт аля голландский натюрморт и конечно мне нравится тоже я бы с удовольствием писала и в принципе мне есть такие работы но тем не менее мне кажется что в современный интерьер и вот такие вот более живые работы они более естественные на светлом фоне и они более органичные но мне так кажется по крайней мере такой период что темные фоны не хочу плюс темный фон нужно уметь писать даже не просто закрасить черной или коричневой краской он должен быть это должно быть пространство которое нужно передать и ты не так просто там очень много слоев очень много лисировок и тогда она только начинает дышать ну вот этот последнее уточнение для того чтобы работа была закончена и ну и подписать до подписываем правом нижнем углу это обычно так конечно по вашему желанию